Привет! Сегодня мы поговорим о написании личного письма в ЕГЭ. И сегодня я подробнее остановлюсь на тех моментах, в которых в 2016 году сделали ошибки большинству учащихся. Итак, поехали! Написание личного письма начинается всегда с чтения формулировки задания, а потом чтение самого письма. Требования к написанию личного письма стандартные. Ответить на три вопроса друга, задать три вопроса другу, придерживаться правил вежливости и правил написания личного письма, а также придерживаться нужного объема. Что касается объема, то в ЕГЭ он равен 100-140 словам. По правилу 10% вы можете написать 90-154 слова. Если вы напишете меньше 90 слов, ваша работа просто не будет проверяться. Проверка любой письменной работы начинается с подсчета слов. Если вам не хватает слов, эксперт считает, видит, что вам не хватает, просто ставит нули по всем критериям. То есть ваше письмо просто не проверяется. Если вы пишете больше 154 слов, то эксперт отсчитывает 140 слов в вашем письме, а остальное просто не проверяет. Таким образом у вас автоматически пропадает ваше имя, подпись, завершающая фраза, может быть несколько вопросов другу, ну и так далее. Итак, поэтому когда вы написали письмо, первым делом вы пересчитываете количество слов. Это негласное правило. Итак, поговорили об объеме. Что дальше? Дальше начинаем читать задание. Из задания мы узнаем, что друга по переписке зовут Глория. Это очень важно, потому что вы будете обращаться к другу по имени. Кстати, обратите внимание на то, что в заданиях тренировочных может быть имена и одинаковые, а вот на экзамене могут вам попадаться разные имена. То есть на ОГ было одно имя, на ЕГ будет другое имя. Вообще, конечно, лучше каждый раз писать с новыми именами, чтобы привыкать к заданию, где написано какое-то необычное имя. А то мало ли все привыкают Бен, 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 Том, Том, Том. Вот. Пишите разные имена и всегда внимательно читайте задание. Обязательно смотрите, какое имя там написано. Если вы напишите не то имя, это ошибка. Это может стоить вам целого балла. Если вы, конечно, других ошибок не наделаете. Но нет, со мной не наделайте. Итак, обратились к другу по имени. Что дальше? А дальше вы благодарите друга за письмо и намекаете на то, что у вас уже была до этого переписка. То есть упоминание о предыдущих контактах. Вот на этом месте я сейчас остановлюсь поподробнее. Вы знаете, что по правилам написания личного письма вам надо выразить благодарность и упоминание о предыдущих контактах. Это значит, что и благодарим, и намекаем на то, что раньше переписывались. И то, и другое. Не пишите, никогда не пишите просто thank you for a letter. Нет, нет и еще раз нет. Если вы благодарите за письмо, намекните на то, что это не единственное письмо. Например, спасибо за твое последнее письмо. Или я рад был снова получить от тебя письмо. Вот это упоминание о предыдущих контактах. Итак, обязательно должно быть спасибо и обязательно должно быть снова последнее письмо. Опять рад тебя увидеть, услышать и так далее. Так, благодарность и упоминание о предыдущих контактах. Вот. Вот в чем была основная ошибка большинства учащихся. Хорошо. Написали благодарность Глории, написали упоминание о том, что мы с ней уже переписывались когда-то, что рады снова получить от нее письмо. Дальше мы начинаем отвечать на ее вопросы. Логичнее всего перейти к этому новому абзацу, ну, например, такой фразой. В своем письме ты спрашивала меня о... Далее отвечаем подробно на все три ее вопроса. И, кстати, о вопросах. Обратите внимание, что вопросительных знаков там два, но вопроса там три. Третий вопрос косвенный, но это вопрос. Поэтому вы должны ответить на три вопроса. Большой ошибкой было, когда учащиеся не видят третьего вопроса. Ну, нет вопросительного знака, ну, значит, и вопроса нет. Есть косвенные вопросы. Так что обратите внимание, всегда есть три вопроса другу. Это минимум. Их может быть четыре. Ну, четвертый, например, why или what. Ну, бывает, добавляют. Но три вопроса есть минимум. Так же, как и вы должны минимум три вопроса задать своему другу. Обратите на это внимание. Итак, ответили на три вопроса Глории. Дальше новый абзац. Вы задаете ей вопросы. Опять же, переход к этому абзацу должен быть логичным. Поэтому вы можете сказать, кстати, я хотела спросить тебя о... Или, кстати, ты рассказывала в своем письме о там своей комнате или еще о чем-то. И вы говорите, я хотела задать тебе три вопроса об этом. В нашем случае это пищевые привычки Глории. Ну, и когда вы уже задали свои вопросы, вы начинаете прощаться. То есть вы пишете прости, мне надо идти, меня зовет мама, я обещал друзьям сходить с ними куда-то, мне надо помочь сестре и так далее. После того, как вы написали эту фразу отдельным абзацем, вы пишете слова с любовью, всегда твой, навеки ваш, ну и так далее, и свое имя. Без фамилии и без точки в конце. Вот в принципе и все. Зная все эти правила, можете начинать писать само письмо. Само письмо начинается всегда с адреса в правом верхнем углу. И кстати, по поводу адреса. Адрес это город и страна. Все. Не надо писать улицу, не надо писать дом, не надо писать квартиру. И даже этаж не надо писать. Город, страна. Уфа, Раша, Москву, Раша, Барнаул, Раша. Дальше под адресом вы пишете дату. Есть несколько форматов, вы выбираете себе любой. После этого вы пропускаете строчку. Или делаете так, чтобы ваше обращение к другу никак, никаким образом не упиралось в дату. И пишите обращение. Самое лучшее, самое идеальное, универсальное это Диаглория. Итак, пишите Диаглория. Дальше, как я и говорила, пишите благодарность и упоминание о предыдущих контактах. Далее отвечаете на ее вопросы. Далее задаете ей вопросы. Далее вы пишите, извини, мне нужно уходить, мне нужно заканчивать. Напиши мне снова. Это надежда на будущие контакты. Вот об этом тоже многие забывали. Обязательно выразите надежду на будущие контакты. Вы можете выразить эту надежду как угодно. Например, напиши мне снова. Буду рад получить от тебя письмо. Я буду ждать от тебя новостей и так далее. То есть любым способом надо написать, что вы очень хотите продолжать эту самую переписку. Это очень важно. Это была одна из основных ошибок в 2016 году. Не повторяйте. Итак, выразили надежду. Дальше, как я и говорила, пишем, значит, последнюю фразу, типа, с любовью и так далее. И свое имя, повторюсь, опять же, без фамилии, без точки в конце. Что нужно сделать после того, как вы написали письмо? Правильно пересчитать количество слов. Ну ладно, допустим, пересчитали и вам слов не хватает. Что делать? Без паники. Я же говорила, да, о том, что вам нужно написать как минимум три вопроса другу. Так если вам не хватает слов, так напишите четвертый вопрос. Да-да-да, так можно. И пятый можно, и шестой можно. Можно подробностей добавить в ответы на вопросы Глории? Конечно, можно. Почему нет? Можно добавить дополнительное предложение. Она вас не спрашивала, но это тоже по теме. Это можно. Можно написать объяснение, почему вы так долго не писали, и почему вам нужно идти, куда вам нужно идти. Извини, мне нужно идти. Извини, мне нужно идти с друзьями. Почему вам нужно идти? Я обещал им то-то-то. Прекрасно. Вот. То есть вы добавляете подробности, относящиеся к теме письма. Просто так ничего не пишем. У меня есть собака, это вообще не по теме. Да, конечно, слов оно вам добавит, но это не по теме. Это сразу вы рушите свою коммуникативную задачу. Не надо так. То есть добавляете подробности по теме. Если слов слишком много, вот здесь что делать? Ну, здесь вы сокращаете. Если вы написали три вопроса другу и ответили на три вопроса другу, вам там сокращать-то нечего, но вы можете убрать подробности. То есть вас Глория спрашивает о каких-то там, о том, что нужно делать на экскурсии там ходить или еще что-то. Вот вы перечислили длинный список из десяти вещей, которыми вы можете заняться там в Москве, допустим. Так сократите до трех вещей. Дальше. Она спрашивает, что вам привезти. Вы написали список такой wishlist опять из десяти пунктов. Так сократите этот список. Уберите предложение, где вы долго объясняете, почему вы не писали Глории раньше. Не обязательно это объяснять, просто извини, что раньше не писал. Вот. Таким образом вы можете себе сократить письмо, ну, даже на 20, ну, у кого-то и на 30, 30 слов получается. Еще раз пересчитайте количество слов. Это очень важно. Пересчитайте два, три раза. Пусть у вас на это уйдет, может быть, целая минута, а может быть, даже две. Но если вы посчитаете все правильно, это вам спасет баллы. Поэтому это важно. Итак, пересчитали. Все прекрасно. Дальше читаем свое готовое письмо. Вот это очень важно. Это просто невероятно важно. Когда вы перечитываете свое готовое письмо, вы видите там все. Вы видите, есть ли логика, вы видите, есть ли какие-то у вас слова-связки. Кстати, о словах-связках. Они обязательно должны быть. Я рекомендую минимум три написать. Это слова такие как «кстати», «между прочим», «лично я», «и так», «тем не менее», ну и другие слова. Об этом мы поговорим чуть позже. Итак, слова-связки, чтобы обязательно были. Чтобы была логика. То есть не так, что ответили на вопросы, дальше задаем свои вопросы и никаких переходов. Этого быть не должно. Ваше письмо, оно должно читаться как рассказ, как если вы разговариваете с другом, ваш монолог, а не просто там какое-то там перечисление непонятное, просто по пунктам вы отвечаете. Посмотрите, нет ли случайно каких-нибудь грамматических ошибок, языковых, рофографических, нет ли лишних запятых, и везде ли стоят запятые там, где они нужны. Вот это вы все проверяете, когда вы перечитываете готовое письмо. Если у вас все правильно, все, переписывайте свое письмо на чистовик со спокойной совестью. Ну, а как должно выглядеть готовое письмо у вас в чистовике, как его правильно делить на абзацы, как задавать вопросы другу и как отвечать правильно на вопросы другу, об этом мы поговорим уже в следующем видео, когда мы будем писать это самое личное письмо с первой до последней фразы. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и удачи вам на экзамене! Пока!